Всем привет! Как вам наверняка известно, с каждым годом кулибины нашей страны изобретают все более и более крутую самодельную технику, от которой буквально захватывает дух. Вдохновившись героями фильмов, простые люди уходят в свои гаражи и мастерские изобретать различные устройства и технику своими руками. Самодельные автомобили, вездеходы, квадроциклы и даже самодельные вертолеты. Все это изобретают обычные люди. Для того, чтобы стать настоящим изобретателем, нужно не так уж много. Богатое воображение, вера в свои силы, а самое главное – упорный труд и прямые руки. И тогда обычная техника превратится в что-то уникально новое. Почти каждый может создать свое самодельное устройство или технику, получив от этого колоссальное удовольствие. А отдохнуть от постройки своих самодельных проектов и при этом получить новенький iPhone XS вам помогут викинги. Хотим поблагодарить вас, наши подписчики, за вашу активность и чтобы порадовать вас, мы совместно с создателями игры «Викинги» проводим для вас конкурс, где главный приз iPhone XS. А знаете, что в «Викингах» по-настоящему мощно? Это никогда не заканчивающаяся борьба за ресурсы, создание новых союзных альянсов и невероятные каждодневные ивенты. Игра действительно стоит вашего внимания. Для того, чтобы получить свой новенький iPhone XS, скачайте «Викингов» по ссылкам в описании и дойдите до 10 уровня дворца. Розыгрыш состоится 5 марта. Ребята, каждый переход по нашей ссылке помогает нам развивать наш канал. Качайте «Викингов» именно по нашим ссылкам в описании к видео, ведь вдобавок вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудьте досмотреть это видео до конца, а также ищите нас в игре под ником «Автотоп». А мы продолжаем дальше. В предыдущих роликах мы рассматривали несколько удивительных переделок. Тюнинг автомобилей ВАЗ-2108, различных «Волк» и «Москвичей». Кто не успел посмотреть, обязательно посмотрите. А чтобы не пропускать интересные видео про ваши любимые автомобили, подпишись на канал и стань частью нашего автомобильного сообщества. Изобретателей самодельной техники оказалось настолько много, что мы попросту не сможем показать все проекты в одном видео. Сейчас мы рассмотрим несколько удивительных самодельных гусеничных машин, сделанных своими руками. Итак, это самые необычные проекты по постройке гусеничной техники. Поехали! Арматура. Постройка данного проекта началась в начале января 2016 года. Как признается владелец этой техники, идея зародилась очень быстро. Как-то вечером я наткнулся на видео, где был показан вездеход с двигателем от Днепра. И решил, а почему бы и мне не построить такое чудо. Дальше в поисках различного материала обзвонил всех знакомых. Получил раму от Урала, Жигулевский мост и еще много чего. Погуглив, как сделать приводные звезды, траки, гусеницы, приступил к работе. Первым делом нужно было изготовить гусеницы. Далее наварил пару листов металла. И можно устанавливать сиденья. Двигатели и КПП в вездеходе от ВАЗ-2108. После всех работ пора бы и покрасить. Цвет выбрал песочный. Вездеход получился отличный. Подъем в 50-60 градусов, болото, снег, все ни почем. Вездеход успешно продан за 120 тысяч рублей. Со слов владельца. В связи с большими жизненными изменениями, пришлось продать вездеход. Смешанные чувства. С одной стороны грустно, с другой радостно, что он попал в хорошие руки. Что получилось в итоге? Я получил бесценный опыт, который поможет мне в дальнейших проектах, а это, как говорится, уже совсем другая история. Вот такой вот удивительный вездеход «Арматура». ВАЗ-2108 «Танк». Этот автомобиль очень хорошо известен среди пользователей drive2.ru как самодельный проект. Но где же вы такое увидите? ВАЗ-2108 на гусеницах. Владелец этого ВАЗа Дмитрий Сергеевич Орлов. Настоящий поклонник танков, захотел покорять пересеченную местность на гусеничном ходу, и у него это получилось. Владелец купил траки, профиль. Остальное в гараже уже было. Гусеницы на восьмерке выполнены из уголков и профилей, собранных на трассу. Также сделаны накладки из нанополимера. Накладки служат для увеличения ресурсов гусениц, снижения шума при передвижении техники и сбережения покрытия дорог. В данном авто был установлен двигатель ЗМЗ В-8 КПП РКП УАЗ. После владелец установил двигатель 1ЮЗ за 150 тысяч рублей и не собирается останавливаться на достигнутом. Постройка танка из ВАЗ-2108 не закончена. Дмитрий еще не раз удивит всех своим проектом. Вездеход – одинокий волк. Сын владельца вездехода выложил информацию о их проекте в интернет. Со слов сына. Постройку вездехода отец начал в далеком 2014 году. В 2016 году был первый выезд, а в 2017 постройка вездехода была практически закончена. Вездеход гусеничный, возможно, будет плавать. Двигатель КПП и мост классика. Поворот выполнен на дифференциале. Гусеницы нигде не покупали, сделали самодельные. Вездеход установлен бензиновый двигатель 1,6 на 75 лошадиных сил. Первым делом начали делать подвеску и примерку всех деталей. Также сделали крепление для коробки и укороченный кардан. Ведущая звездочка сделана из обычного диска от ВАЗа с приваренными штырями. Вот такая часть гусеницы получилась. Резина от УАЗа, треки самодельные из квадратной трубки, прессованы с помощью самодельного штампа. Прикручено все на болты с заваренными гайками. Решили сделать небольшой кузов. Стекло с рамой от ОДЫ, дворники от Маспича. Панель уже приобретена от ВАЗ-2107. Печка оттуда же, со всеми воздуховодами. Также сдвигаются сидения, меняется педальный узел и поменяется полик. Владелец хочет установить фанеру. Она жестче. Установили задние фонари. После испытаний вездехода решили поставить вторую КПП в качестве понижающей. Теперь вездеход имеет 16 скоростей. С окончанием всех работ вездеход покрасили в зеленый цвет. Вот таким получился вездеход «Одинокий Волк». Видео или статью про самодельные вездеходы отыскать не составит труда. Ими переполнен весь интернет. Также самодельные изобретения часто показывают по телевидению. Ютуб переполнен короткими видео про самодельную технику на гусеницах. Танки снега не боятся. Точно так же в ноябре прошлого года, когда город занесло снегом, а меч Андрей Романов чистил улицу возле своего дома в частном секторе. Тогда люди не дождались помощи от коммунальщиков. И Андрею пришлось завести свою ласточку. Утром вышел, собрался ехать на работу. Смотрю, снег идет, да и снег идет сильный. Нашел под снегом старую железную дверь. Быстренько сюда ее приварил, к паркопу простейшим способом. Вот, получилось вот такое вот снегоуборочное средство. Убрать снег, привезти дрова, вытащить застрявшую машину. Андрей говорит, его у вас на гусеницах в хозяйстве универсален. Главное, он, как настоящий танк, не боится бездорожья. Собрать домашний вездеход Андрей задумал два года назад. Подсмотрел идеи интернет-умельцев. Только вот у него, в отличие от других кулибинах, не было ничего, кроме старой девятки и желания. Пришлось пустить в ход запчасти от разных автомобилей, металлолом и даже собрать станки. А дальше дело техники. Собрать платформу и установить девятку на гусеницу. Справился за зиму. Большая часть времени ушла на расчеты. Обошелся вездеход в 300 тысяч рублей. Андрей говорит, теперь в его планах собрать квадроцикл для детей и привлечь других кулибинах к своему хобби. Машину легче было сделать, чем гусеницы. Каждый фрагмент этих гусениц сделан вручную. На обеих 160 траков. Это железные пластины для сцепления с дорогой. Их Виктор Сенников также варил специально. В продаже таких не найти. Колеса раньше служили подвеской девяткам и десяткам. В целом для этого вездехода использованы детали более 10 машин. И эксперименты не прекращаются. Первый раз выехали, он плохо поворачивал. Пришлось переделать барабаны, зармоза выбросить, поставить дисковые. А такие здесь только корпус, двигатель и коробка передач от ВАЗовской классики. Задний мост от Нивы. Самодельная лебедка поднимает и опускает ковш. Как результат гусеничный вездеход маневренный и привлекающий внимание. Сам конструктор в прошлом водитель безопаски лавирует среди припаркованных машин. Здесь его детище хорошо знают. Каждое утро вездеход выезжает на борьбу со снегом. Любители фильма «Назад в будущее» давно заметили сходство соликамского изобретателя с профессором Брауном. Правда, и Виктор Сенников бросает вызов не времени, а самому себе. Я еще не делал гусеничный везде никогда. Все делал, много чего делал. И пневматики делал. Да чего я такое делал? Он научился ездить, ездит. И не просто ездит. С легкостью преодолевает бездорожье. А в скором времени начнет плавать. Объем днища позволяет поднять более двух тонн. Ну а пока это еще будущее. Данное транспортное средство с легкостью преодолеет болото. А надетые на него чехлы в виде гусениц тракторных покрышек будут служить этому интересному вездеходу лыжами. Дааа, молодец изобретатель. А вот парень, которому просто надоело чистить снег. И он решил изобрести вот такой вот трактор, чтобы передвигаться по переметам. И очень даже успешно. Надо добираться до работы через лес и чащу? Этот самодельный агрегат точно для вас. Да, едет не быстро, но зато вы с легкостью доберетесь до места назначения. Каких только самоделок не делает народ. Это и зимние велосипеды, гусеничные скоростные игрушки для детей. И это только техника, построенная на гусеницах. Сколько же еще есть различных самодельных агрегатов? Если вам понравится этот ролик, то мы обязательно в скором времени выложим видео про самодельную колесную технику. Больше информации по всем проектам ищите в описании под этим видео. Ну и на этом все. А какой самодельный вездеход понравился тебе? Обязательно пиши свое мнение в комментариях. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.